Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. И сегодня тема лекции видео-урока следующая. Точка ВБ-21 Дзянь-Дзинь в помощь нам с вами в проявлении, либо в познании психического мира человека. Что такое психика? Это жизнь, жизненный, духовный. То есть, можно сказать, это совокупность всех внутренних, скажем так, чувств, чувств, которые может человек что-то соединить в себе и проявить в себе. И если человек не может соединить в себе эти качества, наделенными от матушки природы, либо не развивает эти качества, либо эти качества у него спят, то через точку ВБ-21 мы что можем повлиять благоприятно на психику? При одном условии. Есть одно маленькое условие. Главное, чтобы человек сам хотел заниматься собой, развивать свои качества, которые наделены его психическим мерам человека. А уж потом работать вместе с этой точкой. А то вы сейчас послушайте это видео и скажете, ну, я воздействовал на эту точку, разумнее я не стал. Конечно, ты не станешь разумнее, человек, потому что ты списал все на точку, а точка – это помощь. Как сказал Архимед, либо один из великих математик, когда дайте мне точку опоры, я переверну весь мир. Так вот, точка ВБ-21, и есть эта точка опоры, которая может перевернуть психику не вверх ногами, а, скажем так, дать толчок развитию всех тех качеств, которые спят в нас с вами. Конечно, мы грешные люди, мы духовно, скажем так, необразованные, но мы не будем списывать на это все. Почему? Потому что человек и не стремится это духовно образоваться. Человек-то и не стремится проявлять свои качества. А почему? А потому что в нем есть, может, такое, что не дает человеку. Так вот, точка ВБ-21 может все-таки подвести человека к этой границе, к этой, скажем так, черте, чтобы он перешел и стал проявлять свои чувства, скажем так, свои искренние чувства, которые наделены матушкой природы, с этой психикой. Ну, при условии одном, если он эти все чувства объединит. Это сложный процесс, но он реальный. И точка ВБ-21, дзянь, вам в помощь. Здесь можно также и сказать, что точка ВБ-21 и лечит все заболевания, связанные с негативным проявлением психического мира человека, либо с отклонением психического развития человека. Но нужно знать здесь, в каком состоянии меридианы и желчный пузырь, помните, является меридианом, то есть, относится к пяти первоэлементам, которые являются, что точкой опоры в теории УСИН. То есть, с этого меридиана практически начинается движение энергии ЦИ. Так вот, может, культура и зарождается именно и в этой точке, но мы еще поговорим об этом. Спасибо за внимание.